SCP-2095 Осада Яроса Объект номер SCP-2095 Класс объекта безопасный Особые условия содержания SCP-2095 расположен на территории спецхран зоны 26, замаскированный под метеорологическую станцию. Агенты фонда, внедренные в греческое правительство, должны поддерживать данную легенду среди гражданского населения. Описание SCP-2095 – это подземный храмовый комплекс. Несколько надстроек находятся на поверхности, но основная часть помещений скрыта под землей. Расположенный на пустынном и необитаемом греческом острове Ярос в Игейском море. Данное строение значительно старше прочих построек, обнаруженных на острове, в ходе археологических раскопок. Внутри были найдены надписи, сделанные критским иероглафическим письмом, линейным письмом А, хетской клинописью и ранее неизвестным письмом, включающим в себя глифоспиральной формы, варьирующиеся по сложности начертания. Из всех этих надписей пока удалось расшифровать только выполненные хетской клинописью. SCP-2095 полностью состоит из биологического материала, потому предполагается, что здание когда-то было живым организмом. В составе образцов, взятых в SCP-2095, входили кости, хетин, мышечная и жировая ткани, а также фрагменты внутренних органов. Результаты радиоуглеродного анализа предполагают, что существо умерло приблизительно с 1200 по 1000 год до н.э., а его мягкие ткани были подвержены процедуре, похожей на бальзамирование. Внутренние помещения связаны друг с другом сетью коридоров, стены которых внешне и структурно подобны эпитерию человеческого кишечного тракта. Роль дверей играют огромные сфинктеры, находящиеся в расслабленном состоянии. Предполагается, что они могли открываться и закрываться по мере необходимости, когда существо было еще живым. В самой большой комнате находится костяной алтарь, который является частью организма SCP-2095. Данные, полученные в ходе медэкспертизы, свидетельствуют, что он использовался для жертвоприношений. Предполагается, что жертвы служили источником питательных веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности SCP-2095. Пол вокруг алтаря имеет признаки воздействия сильной кислоты. В основании алтаря вырезана фигура Урабороса, который, вероятно, играл важную религиозную роль для создателей SCP-2095. В самой северной комнате SCP-2095 было обнаружено 29 свитков с текстами. Расшифровать удалось только четыре из них, которые были написаны хетской клинописью. Считается, что в трех свитках записаны некие религиозные и философские трактаты, а четвертый представляет собой описание имущества. Археологам фонда удалось отыскать доказательства ведения боевых действий на острове в далеком прошлом. Среди прочего были обнаружены скелетные останки со следами имплозии, самовозгорания и молекулярного распада, радиационного заражения и физической реконфигурации, свидетельствовавшие таким образом, что причиной гибели сражающихся были некие аномальные факторы. Фонду стало известно об SCP-2095 после получения сообщений о Костяном соборе, обнаруженном командой греческих археологов, изучавших Большой Курган на острове Ярос. Все члены экспедиции были обработаны амнезиаком класса Б и переправлены на материк. Постановка SCP-2095 в условии содержания прошла без особых сложностей, а строительство спецхрон зоны 26 было закончено к 09.12.1949. Свиток номер один. Рана, нанесенная реальностью, была глубока и разделяла на прошлое и будущее. Боги слетались на запах древнего гноя, как мухи на труп. Мы ждали внутри бескровных вен, верные тем, кого еще не знали, но не могли себе и представить, что станем выше их. И вот мы уснули и стали души нашей плотью. Соны Алку. Свиток номер два. И пал свинопасниц перед царем-колдуном и возвопил, о великий царь-колдун, и озрымок, сердце человеческое и светоч светочей. Я говорю от имени народа, что живет в холодных болотах. Мы боимся красных огней, что танцуют не в поплат, ибо так говорят наши духовные наставники. Их появление сует беда и несчастья. И он отвечал тому человеку. Я смотрел на безликих, что служат простирающемуся и переменчивому. Их владыка слеп, наши слова и воли оскопили его. Он поет песнь беспорядка, но не суждено им явиться снова. Не заслуживают эти ужасные духи нашей любви. И не приносите им жертв, пока не встанут на небе звезды в правильном порядке. Сон и Витх Свиток 3 И говорил и он своему стаду. Я ступил за пределы равнины снов, и вошел я в разрушенную водчину древних, и предстал перед ними. Я испытывал их силу, непереносимую в течение многих веков. Я видел бесконечные мертвые миры, и сам побеждал смерть. Я читал по внутренностям нашего создателя, и созерцал открывшуюся мне вечность. Знаете, что рай наш близок, и мы сами создадим его из нашей плоти. Сони Скал Приложение. 24.05.2014 В Эгейском море произошло землетрясение. Спецхран зона 26, и все находившиеся в ней аномальные объекты не пострадали. SCP-2095, тем не менее, претерпел незначительный структурный ущерб. Это событие по счастливой случайности привело к тому, что в помещении с алтарем открылся ранее неизвестный сфинктер, прежде скрытый под толщей известковых отложений. При осмотре новой комнаты было обнаружено тело неизвестного мужчины, которое не имело признаков разложения. И хотя сердцебиение у субъекта отсутствовало, результаты ЭКГ показывают наличие слабой мозговой активности. Ведется исследование, касающееся возможной связи субъекта со SCP-2095. Вместе с субъектом был обнаружен хорошо сохранившийся пергамент, небрежно скрученный в трубку. Предполагается, что это послание, написанное кем-то, которое ранее управляло SCP-2095, но не отправленное по адресу по причине событий, описанных в нем. Сотрудники фонда могут ознакомиться с переводом этого документа в следующем приложении. Текст письма. Увеликий Ион. Надеюсь, что это послание дойдет до Китиры, ибо оно будет последним. Наши враги начали осаду острова, но нам удалось завершить обряд сохранения. Храм погрузится в сон и будет ждать восхождения детей святилища. Падшие царства и последователи Механ объединили свои силы против нас, даже несмотря на то, что их родные земли разорены. Пусть их судьба и предрешена, но им все-таки удалось обратить все наши победы в поражение. Кровоточащее сердце – наш последний оплот в Игейском море. Я надеюсь, что восточные земли будут и дальше процветать под вашим надежным присмотром. Раны, нанесенные нам сегодня, со временем затянутся. Из века в век мы будем оставаться непобедимыми, и их победа будет бесплотной. Пока я пишу эти строки, корцист Мекса уже плывет к Китире с грузом их нечестивых инструментов. Я клянусь, что никому не удастся уйти с острова живым. Их имена будут стерты из истории, а их плоть будет поглощена. Мы призовем на помощь Красную Смерть. Мы принесем себя в жертву, чтобы пролилась кровь варваров. Мы снова встретимся в святилище. Я остаюсь. Корцист Тундас. Всем привет. Сегодняшний лорный рассказ будет не совсем обычным. Дело в том, что его написал отличный автор из дружественной моему проекту группы, посвященной саркицизму, который интересен тем, что раскрывает эту часть мира как бы изнутри. Ссылку на эту группу я оставлю в описании. Подлинная история Бессмертной Империи. Луша Кэф, мой дорогой друг, приветствую тебя всей скромной обители. Полагаю, ты пришел сюда не просто так, не правда ли? Ты хочешь стать причастным, желаешь узнать о нас, о тех, кого преследовали, очерняли и побивали камнями на протяжении всей истории. Воистину, благослаблены такие, как вы, ибо вы испытываете голод. Вы голодаете поистине, которую от вас намеренно скрывали и утаивали. Поистине, которую недалекие еретики представляют абсолютным злом. Да утолится твой голод, друг мой. Я дам тебе истину, дам настоящую, незатронутую ржавчиной и с брадом металла. Историю. Ту историю, которую ты без сомнения заслуживаешь. Историю Нелка. Да разнесется благовесть по всему миру. И достанут души наши плоти. Что есть четыре тысячи лет для богов. Пылинка. Еле слышный шорох. Мгновение. Однажды, именно столько лет назад, в заснеженных лесах на западно-сибирской равнине жило племя, именовавшее себя людьми-оленями. Адиюма. Этот народ обладал миролюбивым нравом. Родным домом ему была сибирская тайга. Покрывал им снег. А крышей синее небо. Промышляли они охотой на оленей. И это благородное животное, дававшее им еду и одежду, было их покровителем. Если ты, мой дорогой друг, серьезно увлекаешься историей, то могу вам сказать, что люди-олени Адиюма, прадедушки и прабабушки современных хантов, манси, да и всех финно-угорских народов. Если у тебя есть знакомый манси, он может гордиться далеким родством с великими предками. У людей-оленей не было ни денег, ни армии, ни жестоких правителей. Их мужчины и женщины бок о бок трудились и воспитывали детей. Созидание, эмпатия и взаимопомощь были основными моральными ориентирами этого добродетельного народа. Но злые силы не могли бездействовать, будто сам простирающийся и переменчивый направлял их. С юга, из обожженных солнцем и запятанных скверной людской жестокостью степей, пришли черные орды девитов. Их души были темны, как и кожа, а на бронзовых орудиях блестела кровь. Их армии, ведомые жестокой волей и злой магией Дева, огнем и мечом прошлись по Сибири, подчинив своей порочной империи десятки племен. В том числе людей оленей Адиюма. И был гнёт Девитов ужасен. И те, кто бежал от смерти, теперь искали её. Голод, холод, рабство и жестокость стали долей оленевого народа. И казалось, что владычество Дева воистину безгранично, что ему нет конца. Что их жестокородные боги, которым они приносили кровавые жертвы, обрели абсолютную власть над этой землёй. И возвопили одеюмцы, и воздымали они руки к небу, и молили духов о помощи. Но камлания шаманов не дали никаких ответов. И тогда пришёл он, Ион, сын человеческий, отпрыск Девитской женщины от наложника, который спас всех нас. Ион, именуемый Азимрог, великий корцист, сердце человеческое и светочь светочей, кровавое солнце, смог лишить власти само чрево хаоса, отвратительного создателя и разрушителя всей жизни, истинного врага всего рода людского. Азимрог оскопил его, и пройдя шесть мотарств великих испытаний, вырвался из оков смертных ограничений. Великий корцист, ведомый желанием освободить человечество от оков этой жестокой, мертворожденной вселенной, начал свой поход. И одеснюю его стояли клавиагры, четыре ученика Иона, и новое учение, главной целью которого стало спасение человечества, и получило название Нелка, что значит голод. Азимрог, человеколюбивый и всемилостивый, возглавил восстание против жестоких и порочных девитов. И первым народом, присягнувшим великому корцисту, были люди олени Адиюма. И было это, разумеется, по вашему летоисчислению, в 1800 году до н.э. Олени народ принял дары Иона, и многократно усилил крепость своего духа и тела. Болезни плоти были не страшны им, и течение лет не внушало им ужаса, ибо своим новообретенным долголетием они поражали все другие народы. Десятки племен, притесняемых девитами, встали под знамена Иона, и самые жестокие девы впервые почувствовали отчаяние. Вскоре девиты были выбиты далеко на восток, а олени народ вступил в эпоху свободы и процветания, заселив огромные территории. Сибирскую тайгу, суровую Лапландию, Каспийские степи, Анатолию, Кавказ и даже часть Месопотамии колыбели человечество. Свою новую империю звали они Калмактама, что означает «бессмертная». Разумеется, прогресс не обошел стороной бессмертную империю. Технологии, ремесла и искусство не стояли на месте, а вера крепла. Строились целые города из органической материи, и чудеса Нелка наполняли сердце благословением, трепетом и надеждой на скорое освобождение всех людей от этой порочной жизни. Слава о сыне человеческом достигала самых дальних уголков мира, и на поклон водителям святилища «Город тысячи шпилей» шли десятки тысяч паломников, дабы засвидетельствовать славу Иона. Калмактамцы даже научились пленять богов, чудовищ и ужасных монстров. Они содержались под неусыпным надзором в заточении в Ньяса, в том месте, который сейчас именуется Крым. И этот благословенный век с 1600 по 1200 год до н.э. воистину был золотым веком Калмактамы. И казалось, что весь мир склонился в почтении, что власть безграничного зла над этим миром скоро падет, что вот-вот и человечество наконец обретет и Кунаан, рай под розовыми небесами. Но обрести долгожданное благоденствие людям помешали еретики, именуемые механитами. И именно они дали нам презренную кличку Саркиты. Они испытывали зависть и ужас перед бессмертной империей. Желая вечных страданий человечеству, механиты противились Нелка. И святилище внушало им страх. Механитовские жрецы в панике призвали многих царьков и вождей, клевеща на Нелка и Иона. Вяжа, что они суть ей зло и уничтожители прогресса. Стоит ли говорить, что это все от начала до конца чистейшая ложь? Но лидеры падших царств были слишком тщеславные и глупые. И греки, и египтяне, хнаане, ассирийцы и минойца под предводительством жрецов механ вторглись в Калмактаму в 1200 году на н.э. Механиты даже вступили в сделку с проклятыми девитами. Что, как не это, может лучше всего описать их моральные качества? И вот пламя войны, подобное, которое свет не видывал никогда, разожглось с невидимой силой. Пылали луга Фракии, горы Кавказа, Каспийские степи, Сибирские леса. И огонь этот разжигался войнами механ. Они использовали в боях огромных металлических людей. И земля стонала под их шагами. Бесчинства, творимые механитами, были бесчеловечны. А Калмактамцы прибегли к чудесам своей веры. Они призывали слуг из плоти, а на войска и поселение врага насылали страшные болезни. Однако этого оказалось мало. Войскам Бессмертной Империи пришлось уступить Ерос врагу. И вскоре натиск противника стало невозможно сдерживать. Адитюм пал. Вместе с ним и вся Империя. Механиты показали в этом конфликте всю свою суть. Миллионы людей, ни в чем не повинных, были зверски убиты. Достижения многовековой культуры и искусства утеряны. Прекрасные города и храм уничтожены. Попраны ногами и сравнены с землей. Но недолгим был триумф греховных механитов и их союзников. За этой первой победой пришло падение Механитской Империи. И то, что современные лжеисторики называют катастрофой бронзового века. Да, мой друг, они серьезно полагают, что в таком чудовищном запустении виноваты так называемые народы моря. Это смехотворно. Но не стоит впадать в отчаяние. Империя пала, но Нелка жила. Ее последователи продолжили вести свой образ жизни. Не запятнанные греховными технологиями и не пахнущие металлом. Общины верных последователей Нелка до сих пор существуют по всей Евразии. Затерянные в густых лесах России, среди тундры Лапландии, пустыни Аравии, джунглей Индии и даже в Европе. Верующие продолжают вести традиционный образ жизни, в разные степени оградив себя от цивилизации. Именно они являются носителями традиций, возраст которых 4000 лет. Именно они – наследники Калмактамы. И именно они – надежда на построение Икунаана. Эти люди сохранили высокие понятия о добре, морали и нравственности. Их не испортила современная цивилизация. Сотни лет на них охотились, резали как животных, пытали, поносили и держали в тюрьмах. История, по сути, не меняется. На смену Дева приходят русские цари, европейские инквизиторы, церковные иерархи и коммунистические диктаторы. Силы зла никуда не делись, они просто приняли другую внешнюю форму. Но есть и те, кто считают себя последователями Иона, и даже мнит клавиагров своим прямыми предками. Но не имеет к Нелко никакого отношения. И воистину, эти еретики ничуть не лучше механитов. Ибо они предали все вечное и добродетельное, что было в нашей религии. Эти люди растворились среди богатых мегаполисов Европы и Америки. Вовсю пользуясь благами цивилизации и греховными технологиями. Потомки выродившейся избалованной и жестокой аристократии, переневшей Нелко от карпатских соломонаров. Они до ужаса исказили все догматы нашей веры. Они помешались на всепоглощающем эгоизме, нарциссизме и порочных удовольствиях. А потому не заслуживают и Кунаана. Их ордена – гниющая язва на теле этого мертворожденного мира. В Полинезии существует целая республика последователей Нелко, созданная в 1857 году европейскими флебустьерами и местным коренным населением на Святом Острове. При помощи мистических свойств его земли она быстро развивалась. В 1861 году республика даже воевала с самым небезызвестным фондом и рядом других государств, после чего была подчинена фонду, фактически порабощена этими нечестивцами и признана аномальным государством. Итак, друг мой, теперь ты видишь, теперь твой голод утолен. Осознаешь ли ты теперь, что вся наша история – это длинный путь страданий в этом мертворожденном мире? Механиты, фонд, земные цари – все они выставляют нас злыми, потому что сами являются злом. Великий корцист Ион ист выжелал спасти всех без исключения людей, но что он получил в ответ? Воистину, друг мой, хоть души их и черны, а сердца наполнены гневом и ненавистью, и он готов простить их и дать им второй шанс на искупление и покаяние. И станут души нашей плотью. Рай под розовыми небесами ждет нас. Ну что, дорогие подписчики, что думаете на тему того, чтобы читать различные рассказы, которые пишет наше растущее и развивающееся сообщество? Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok